Реконструкция культурно-досугового центра Чистцовский превратила и без того любимое жителями учреждение в комфортное, современное и функциональное пространство. В 2022 году в здании был произведен капитальный ремонт второго этажа. Оборудовали мультимедийный концертный зал, просторную библиотеку, хореографический класс, студию звукозаписи, спортивную зону и многое другое. Работу центра после проведенного ремонта проинспектировал глава округа Андрей Иванов. И открывается свет. То есть можно использовать как конференц-зал и как зрительный зал. Художественные, вокальные, театральные и хореографические студии, а также экологические, спортивные и патриотические направления. Сегодня в КДЦ Чистцовский организовано 15 клубных формирований, в которых занимается около 250 детей разных возрастов. Глава муниципалитета заглянул на занятия, пообщался с ребятами и педагогами. На это точно не возьму. Вообще просто тема тюльпатом цветов. То есть помладше делают, да? Мне кажется, да, здесь даже может быть сделано специально для из-за студии. Да, вы же лицо. Мелкая? Да, это пастель. Гордость центра – военно-патриотический клуб «Воин». Здесь под руководством опытного наставника, тренера по единоборствам Максима Федоренко тренируются 90 ребят. Мужчина своим примером показывает, что значит быть патриотом. Сам в качестве добровольца принимал участие в специальной военной операции. Он у нас в командировке был, в Луганске был. Он многодетный папа. Мы его не отпустим. А воспитанники вокально-танцевальной студии «Кураж» представили руководителю муниципалитета свой новый творческий номер. По результатам осмотра Андрей Иванов отметил, что первостепенной задачей на 2023 год является доукомплектование обновленного этажа КДЦ мебелью. В частности, необходимо полностью оборудовать помещения, библиотеки и холла. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова». Спасибо.